В территориальной избирательной комиссии готовятся к 19 сентября, единому дню голосования. В этот день состоятся выборы депутатов Государственной и Областной Думы. Оба законодательных органа формируются по смешанной системе. Часть депутатов избираются по партийным спискам, часть идут на выборы персонально, по одномандатным округам. Списки кандидатов-одномандатников уже определены. Этап регистрации кандидатов уже закончен. Кандидатов, которые идут по одномандатному избирательному округу номер 125, это выборы в Государственную Думу. И одномандатному избирательному округу номер 21, это выборы депутатов Московской областной Думы. Комиссия зарегистрировала 10 кандидатов по 125-му одномандатному избирательному округу. Все кандидаты выдвинуты политическими партиями. И по 21-му округу Московской областной Думы. Это 8 кандидатов, также выдвинуты политическими партиями и объединениями. Все кандидаты-одномандатники выдвинуты на выборы политическими партиями. В случае такого выдвижения кандидат не должен предоставлять подписные листы. А вот те, кто решил идти без партийной поддержки, должны были собрать подписи. И это у них получилось не очень. Одного кандидата самовыдвиженца ТИК не зарегистрировал, один отозвал свою кандидатуру. Регистрацию партий, выдвинувших кандидатов по списку, проводят комиссии соответствующего уровня – областной и центр избиркомы. Регистрация партийных списков продолжается предварительно. В областном бюллетене будут 8 партий, а в федеральном – 14. Единый день голосования – это 19 сентября 2021 года, соответственно. Голосование начнется с пятницы. То есть три дня для голосования очень удобно для избирателей. Пятница, суббота и воскресенье, соответственно, 17, 18 и 19 сентября. В эти дни участковые избирательные комиссии будут работать по своему графику с 8 утра до 20 часов вечера. Связано все-таки с теми условиями санитарно-эпидемиологическими, в которых мы сейчас продолжаем находиться, для того, чтобы не было концентрации большой в одно время на избирательных участках наших избирателей. Пока есть время до дня голосования, жители могут прикрепиться к удобному для них участку. Сделать это можно через портал госуслуги, МФЦ или лично придя в территориальную избирательную комиссию. Татьяна Колганова, Илья Халяпин. Программа События.